всем привет друзья с вами Игорь Пузин и вы на канале Руслана Абдулмасырова сегодня у нас на обзоре новый Киа Рио, поехали! в общем начнем с передней части как видите здесь достаточно много изменений это передняя оптика кстати в зависимости от комплектации меняется и оптика их всего три варианта этот диодный вариант в максимальной комплектации вот такой вот вариант это в базовой комплектации просто галогеновая лампочка даже без линз и без диодного ходового огня и вот третий вариант галогеновая на линзе также есть диодный ходовой огонь и в принципе она практически похожа на фару в максимальной комплектации естественно изменения коснулись и переднего бампера он стал более спортивным таким агрессивным не знаю почему но сейчас все в автопроизводители пытаются сделать свои машины немножко ближе к спорту хотя к спорту они никакого отношения не имеют здесь стоит мотор 16 также есть моторы 14 это старые всем знакомые особенно владельцам киа моторы то есть ничего нового в принципе в линейке моторов мы не видим также здесь установлен 6 ступенчатый автомат что тоже в принципе очень хорошо и проверено годами работает исправно также изменения коснулись и заднего бампера здесь мы видим фальш-выхлоп хотя он на самом деле не похож на фальш-выхлоп он находится как-то высоко и форму у него какая-то неестественная просто декоративные какие-то элементы давайте не будем считать это выхлопом сам выхлоп вот здесь вот снизу находится как у всех нормальных машин на сегодняшний день также здесь диффузор со встроенным это вот противотуманка обычно так делают на спортивных автомобилях здесь у них стробоскоп стоп-сигналы и так далее то есть но классное решение выглядит очень круто здесь камера заднего вида здесь диодные у нас габариты жалко очень жалко что здесь вот нету пунктира как у kia k5 было бы вообще очень круто я считаю это не так дорого сделать может быть в рестайлинге в следующем кузове появится диодная полоса в принципе классно а единственный минус вот по задней части сразу очень серьезный нельзя открыть крышку багажника с улицы опять-таки это все от старых корейцев от старых японцев сейчас на всех практически автомобилях появляются крышки на самой крышке багажника так очень удобно неудобно ходить в салон постоянно дергать этот тросик пошли в салон и так мы сидим у уютного камина это отголоски kia k5 то есть скорее всего одно и то же программное обеспечение головных устройств также здесь есть навигация медиа то есть можете подключить свой телефон можете подключить флешку в принципе здесь все просто и понятно здесь у нас на щитке приборов в принципе обычные шкалы ничего особенного здесь посерединке есть индикация открытых дверей вот расходы топлива то есть бортовой компьютер полноразмерный это максимум что есть на kia rio на более бедных комплектациях этот бортовой компьютер имеет меньше информации чуть меньше размер также мне на очень нравится по внешнему виду давайте лес убавлю по внешнему виду мне очень нравится блок климатической установки он блин как джойстик короче у sony playstation вот почему мне нравится я думаю почему мне так нравится здесь подогрев лобового стекла подогрев заднего стекла включение кондиционера и также то есть это однозонный климат-контроль очень круто чуть ниже мы видим две розетки по 12 вольт и юсби дальше у нас здесь подогрев сидений подогрев руля включение выключения парктроника и подогрев пассажирского сидения сидений здесь у нас кожаные данная комплектация стоит по моему что-то в районе миллион сто восемьдесят где-то вот в эти в этом диапазоне грубо говоря это пол цены от к 5 в принципе но достаточно солидно выглядит пацаны из толкача поможете первый раз такое раньше все норм было ну раз норм было значит еще лучше будет мы быстро выкупим вашу машину и предоставим выгоду до 50 тысяч рублей на отличный автомобиль с пробегом трейдин это всего три простых шага первый обратить наш автосалон второе получить честную оценку вашего автомобиля третье приобретите проверенный автомобиль от автосеть рф с выгодой до 50 тысяч рублей автосеть рф ваш гид по поиску проверенных автомобилей с пробегом смотрим дальше все что нужно есть автомат мультимедиа кожа подогрева всего форсунки лобовое зеркала руль задний ряд сидений также подогревается но в принципе огонек что еще нужно мульти руль руль кстати очень приятный приятная кожа вот но минус я честно признаюсь в киа рио да я ну сидел может просто так как пассажир не обращал внимание но как бы видимо так и должно быть потому что во всех конкурентах скорее всего абсолютно то же самое вот до этого мы еще конечно же дойдем и посмотрим как у конкурентов в остальном в принципе по водительскому месту все просто и понятно включение света подрулевые все стандартно испачкал машину подочечник кстати очень важно здесь все кайфы все как все как у всех по регулировке водительского сидения хотел бы немножко за заострить внимание ручно ручная регулировка полностью есть лифт есть у нас вот такой момент здесь никаких крутилок и есть поясничная поддержка поясничный подпор он пневматический прикиньте очень неожиданно когда его здесь увидел я удивился реально давайте по заднему ряду по поводу антенны сразу пока не забыл в максимальной комплектации здесь вот такой плавничок ну а в средних и в базовых комплектациях здесь такая пятачок и с хвостиком но обычная классическая антенна пойдемте на задний ряд по заднему ряду все достаточно просто здесь кстати корейская фишка такая скорее пассажирском сидении есть кармашек в водительском сидении это скорее всего чтобы не тормошили не отвлекали водителя в пути дальше здесь нет подлокотника есть свой свет свой свет нормально что зарядочка и ручки все как обычно никаких излишеств и ничего особенного также есть кнопочки вот на двери стеклоподъемник и двух режимный подогрев сидения класс пошли багажник здесь все вообще максимально просто здесь нету даже рукояток складывания задних сидений потому что они на самих сидениях здесь у нас такой мешочек с домкратом и баллонным ключом полноразмерная запаска на штампованном диске и достаточно большой объем что тоже неплохо закрывается от руки рукоятка есть здесь все как обычно никаких гидроупоров все максимально просто по-спартански мотор но даже по внешнему виду он по мне претерпел никаких изменений как-то тонкие стоял 1.6 123 силы надежный проверенный это самое главное но нормальная симпатичная подкапотка без каких-либо излишеств долили незамерзайку проверили уровни жидкостей и поехали дальше вот здесь достаточно тяжело закрывается двери на я думаю это вопрос времени именно по износу покататься у нас среди не получится потому что машина не стоит на учете поэтому ну здесь по парковке максимум что мы можем на этом я хочу свой обзор завершить надеюсь он был вам интересен и информативен увидимся на следующих обзорах пока а